Следующий наш собеседник Илья Сухарев, коммерческий директор сети Холди. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. И мой первый вопрос, что взяли для себя по итогам первого дня конференции? Наша цель какая была? Понять, какие сейчас технологии и какое развитие противопевают закупочные союзы, которые на самом деле достаточно успешно себя показали в Европе и уже начали показывать первые результаты в России. Насколько важна интеграция таких рынков, как Казахстан и Россия? Я считаю, что абсолютно важна, потому что рынок ритейла в Казахстане в ближайшей перспективе претерпит изменения. То есть он будет в какой-то степени похож на рынок ритейла в России. Там есть технологии, которые были запущены за последние годы. Там есть возможности категорийного менеджмента. которые были изучены за последние годы. И такая интеграция, она необходима, чтобы успешно развивать ритейл. Последняя тема. Вот на конференции ставили информационные системы. Аналитики в Америке говорят, что в ближайшем будущем информационные системы и искусственный интеллект займут свою нишу. Насколько вероятно в будущем в России такой поворот, когда искусственный интеллект займет определенную нишу и в ритейле России? Хороший вопрос. Я отвечу так. На самом деле вся проблема управления ассортиментом и правильного понимания категорийного менеджмента она будет в дальнейшем основана как раз на машинном обучении, на искусственном интеллекте. На сегодняшний момент мы пытаемся создать ассортимент, учитывая множество факторов. То есть и даже сегодняшние выступающие говорили о том, что эти факторы нужно как-то упорядочить. Это и есть задача машинного обучения и того самого искусственного интеллекта, о котором вы говорите. Насколько близко это будущее? Я думаю, в части задач оно наступит уже достаточно скоро. То есть в ближайший год-два. Говорить о том, что ассортимент полностью алгоритмизируется, ну, наверное, даже в среднесрочной перспективе нельзя. А многие говорят о том, что здесь идет открытый диалог между участниками конференции. Вы довольны той открытостью и той позицией, которую высказывают участники? Естественно, доволен. Я вообще считаю, что чем больше количество участников, тем больше взаимосвязей, которые возникают, тем больше возможностей для этого живого общения и передачи опыта.